Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы вкратце поговорить с вами о том, как помочь малышам, школьникам, дошкольникам в изучении английского языка. Самое первое, что хотелось бы сказать, это то, что каждый ваш ребенок способен к изучению иностранного языка. В частности, мы будем говорить об английском языке. Самое первое, что поможет вашему школьнику, это помощь в домашнем задании. Необходимо в первую очередь помочь ребенку быть готовым к уроку. Когда он приходит на урок, он принимает активное участие, он чувствует себя в своей тарелке. Второе, что очень важно, это то, чтобы ваш ребенок изучал базовые темы по английскому языку, чтобы он пополнял свой словарный запас на разные-разные темы. Кстати, вот хочу показать вам, вот такой словарик есть для детей больше адаптирован, такой словарик адаптирован для взрослых больше, где можно черпать знания, базу разных тем, разные слова. Например, вот тема о еде, тема у врача, посмотрите, какой он красочный, яркий, ну и так далее. Все основные, которые темы в нашей жизни присутствуют, эти темы изложены здесь в словах, изложены в словах и небольших фразах. Всего здесь около 45 тем дано. Этот словарик мы можем помочь вам приобрести. Вообще он содержит не только английский язык, он содержит еще немецкий, украинский и русский. И в этом словарике где-то около 5000 слов. Также, помимо базы, очень важно изучать грамматику английского языка. Грамматика тоже должна преподноситься очень легко, весело, непринужденно. Как мы потом расскажем в будущих наших видео, как лучше и эффективнее преподносить грамматику школьнику, даже маленькому малышу. Еще очень важно это то, чтобы изучать разные интересные секреты полиглотов, которые существуют, оказывается, которых мы все не знали. И язык можно выучить очень быстро, даже за год можно овладеть языком, общаться на разные темы, находясь за рубежом. Также очень важно использовать видео и аудио ресурсы для того, чтобы изучать язык. Это могут быть любимые фильмы, любимые мультфильмы, которые вы уже смотрели на своем родном языке. Вы можете просматривать их на английском, сначала с русскими субтитрами, в наушниках обязательно же, потом и с английскими субтитрами. И также можно потом уже без субтитров стараться смотреть и слушать речь английскую. Очень важно еще и то, что, особенно это касается школьников, готовиться к сдаче экзаменов. И также мы на наших видео будем рассказывать и помогать, как подготовиться к ЗНО, как подготовиться к ДПА, очень важным экзаменам в жизни вашего ребенка по английскому языку. С самого начала, уже с первого класса, нужно готовиться к этим экзаменам, потому что есть там и читание, и reading, есть писание, письмо, да, writing, есть speaking, там, где ребенок должен говорить во время. То есть к этому экзамену по ЗНО и ДПА ребенок должен готовиться с самого начала, с самого начала изучения языка. И также хотелось бы сказать о том, что очень неплохой эффект дают занятия в группах. Я занимаюсь и занималась с некоторыми группами детей и видела, что когда дети стараются говорить по-английски, те, кто слабенький в английском, он за ними подтягивается, потому что видят, как его свершники успевают, как его свершники могут. Это очень влияет также на то, как ребенок будет воспринимать речь, как будет преодолен языковый барьер, если он вдруг возник, уже появился. Хотя у детей это особо проблем не бывает с языковым барьером, особенно у маленьких. Вот, в более старшем возрасте он возникает. Но в группах, когда люди общаются между собой, когда дети общаются, очень легко преодолеть этот барьер. Вот такие основные темы, которые мы затрагиваем, будем затрагивать на наших видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok